Еще больше гречихи. В 2022-м этой культурой в России засеют на 5% земли больше, чем в 2021-м. Владимир Устинов – один из поставщиков семян гречихи на Алтае и не только. Нетрадиционно стало брать Кемеровскую область и совсем нетрадиционно Новосибирскую область. Или уж совсем нетрадиционно, если так вот анализировать то, откуда поступали заявки. Это и Иркутская область, и Дальний Восток, близость Китая, и Китай с удовольствием ее берет. Спросы вдвое больше, чем обычно. Волна предложений пришла месяц назад, говорит фермер. Увеличение площадей власти объясняют просто. На кону вопрос продовольствия. Она чистенькая, видите? И крупная. Алтайский край традиционно занимает лидирующие позиции в России по производству основных видов крупяных изделий, в том числе гречневой крупы – 57% от российского рынка, овсяной крупы – 43%, ячневой и перловой – 25%, зерновых хлопьев – 16%. Однако сам Устинов отдает под гречиху пятую часть площадей – 700 гектаров, и наращивать не собирается. Говорит, во-первых, у него четкий севооборот, во-вторых, продовольственной гречки у него не так много, а в-третьих, если фермеры перестараются, то сами же обрушат на нее цену и раскачают рынок. Севооборот постоянный, согласно севооборота. Никаких увидит ни гречки, ни сахара, ничего не будет. Не то, что сегодня побольше посеять, потому что востребовано подороже получить, а потом, что куда вывезет. Куда больше фермеров волнует вопрос техники. Накануне посевной здесь в целом приводят в порядок аппараты, вносят новшества. Как распределитель вот здесь баслом подает, открывает там заслоночки. Понимаете? Вот такая вот, да. И закрывается, и засекается. Усовершенствовали немножко, чтобы засыпать можно было удобно в бункер. Проявлять смекалку, возможно, придется чаще. Эти бушные лапки до февраля бы уже выкинули, а сейчас их разберут на более мелкие детали. Плуг новый французский, и вот она, канадская барана. Это американский культиватор, это американский трактор. Может быть, это не совсем не патриотично, но технологию мы как раз отработали на технике недружных стран. Мы дождались сегодня более-менее изготовленный в России комбайн. А вот акросы сейчас, последние модификации, меня стали устраивать. Вот эту лапу везти с Америки или из Испании везли. Вот она сделана российская и с лучшим качеством сделана, кстати. Фермер надеется на скорейшее совершенствование российской сельхозтехники или поиск обходных путей для поставок. А пока он сделал небольшой запас запчастей, стоимость которых выросла почти в 50 раз. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.